Когда восстановят троллейбусные движения на юго-западе Владимира? Этот вопрос сейчас волнует многих жителей. Напомним, 14 марта водитель иномарки снес две опоры троллейбусной линии недалеко от остановки Верхняя Дуброва. Из-за повреждения контактной сети троллейбусы маршрутов номер 1 и номер 5 перестали следовать на конечную Фатьянова. Временно они ходят до проспекта Ленина. Сегодня будет установлен уже опоры, но надо время, чтобы эти опоры, так сказать, встали, чтобы бетон схватился. После этого будет восстановлено движение здесь в полном объеме. По словам городских чиновников, троллейбусы должны вернуться на Верхнюю Дуброву к началу следующей недели. А пока юго-западный район считается самым проблемным по обслуживанию общественным транспортом. Пассажиры жалуются, что опаздывают на работу или не могут уехать домой в часы пик. Проблем всегда есть. Особенно, когда в 4 часа люди с детьми едут с садика, нет возможности даже залезть в транспорт, их затаскивать туда. 20 минут это минимум стоишь, дожидаешься автобуса. А стоять иногда, вот вчера дождь, позавчера снег, вот и еще очень скользко на улице. В 7 утра сотрудники мэрии и общественники пришли на одну из остановок, чтобы проверить, соблюдаются ли интервалы движения. Постояв, посмотрев, чиновники не стали отрицать сбой в расписании и заговорили о кадровом дефиците. Машин хватает, и где существует кадровый голод, и кадровый голод именно в водительском классе. Руководители предприятия ищут сотрудников, и если посмотрите, везде объявления, и в том числе и на бирже труда ездят в соседние районы, чтобы привлечь оттуда водителей. Представитель городской общественной палаты сказал и о материальной помощи перевозчикам. Правда, не уточнил, каким именно. В рамках работы над бюджетом депутаты предусматривают определенное количество денежных средств, которые позволят этот подвергной состав постепенно, конечно, обновлять. Я думаю, что стратегически мы, пусть не очень быстро, но движемся в верную сторону. Если деньги и выделят, то, скорее всего, только одному акционерному обществу – «Владимир-пассажир-транс», 100% акций которого принадлежат муниципалитету. Как бы там ни было, неоспоримо одно – мэрия обязана наладить работу общественного транспорта. А для этого не мешало бы сесть с перевозчиками за стол переговоров.